Картофель обжарим, курицу обжарим и банан все это заедим. И в чем у нас получается разница? Посмотрите, в первом случае мы получили 290 килокалорий, а во втором 724. То есть получается почти в три раза больше. Три раза надо было поужинать, чтобы получить вот эту вот калорийность. Поэтому очень важно правильно готовить правильную пищу, но и правильно заправлять, правильно готовить ее, потому что мы получили с вами вот эту калорийность. Посмотрите, тут же жиры в основном отличаются. Вот всего 6,3 грамма жира вот здесь вот в первом, а во втором 46,7. Смотрите сколько, да, за счет того, что мы обжарили продукты. Вот и правило седьмое. Скажите «нет» компьютеру, чтению, телевизору во время приема пищи. Очень важно, я всегда пропагандирую семейную трапезу. Вечерний обед в кругу, вернее ужин, вечерний ужин в кругу семьи. Обязательно, да, не должно быть телевизора, не должно быть компьютера, не должно быть телефона, в котором уткнут ребенок или папа, или мама. И все просто вот вроде вместе, а каждый занят где-то в своем мире. Вот когда мы сидим, кушаем и смотрим, допустим, телевизор, да, то поток с экрана, он настолько мощный, идет в наш головной мозг, что организм насытился, мы уже наелись. И организм встречится, когда мы говорим, тук-тук-тук, я уже сыт, уже все, не хочу. А мы этого даже не слышим, потому что такой мощный поток идет с экрана телевизора, да, что он заглушает все вот это вот, да, то, что нам хочет сказать организм. Потому что наш мозг полностью там, в телевизоре, он полностью этим поглощен. Поэтому этого не должно быть, а должна быть обязательно культура семейного приема пищи. Когда вы сидите вместе, когда вы можете спросить у ребенка, что у него прошло в течение дня, когда вы можете ему дать совет, когда рассказываете о себе, что у вас было. И вот сидите, принимаете пищу все вместе. И ребенок видит, что вы едите, и что он ест тоже, что вы кушаете. Это очень важно. Вообще, спешите любить своих детей, потому что дети, они вырастают. Ребенок — это праздник, который пока с нами. Он вырастет, и он уйдет. Да, но он приведет нам внуков, если он, да, мы создадим ему хорошую микроглемость семьи, и он сможет создать такую же семью, он приведет нам внуков. Но это праздник, которым надо наслаждаться, радоваться. И иногда мама говорит, вот, ну а что там, ребенок со мной не разговаривает. Я сижу на кухне, там что-то делаю, а ребенок в своей комнате ко мне не приходит. Ну просто так не придет ребенок. Ты тоже приди, сделай шаг навстречу к своему ребенку. Посиди, поинтересуйся, что у него было в течение дня. Поговори, прояви интерес. Это очень важно. Это быть родителями — это работа. Но это самая лучшая работа, самая дорогая, самая вот важная работа. Ни одна другая работа с этим не сравнится. Вот смотрите, вот это недавно я сделала слайд, потому что меня попросили, это не в Декамске попросили. Сказали, что в зале будут девочки, подростки, которые хотят похудеть. На что им обратить внимание? Я вроде вот в течение, знаете, своей беседы, да, с вами, рассказываю вам, как надо правильно, да, там и майонез не ехать, да, и не обжаривать, и запекать. Вроде все это говоришь, да, и сладости ограничить. Но здесь я тогда решила все это вот объединить, чтобы было именно действительно для того, что вот для подростков, которые хотят похудеть. Да, что нужно обращать внимание, насколько сладкие, да, убрать вот эти сладкие продукты. На них надо обращать в первую очередь внимание. Мы убираем всякие сладости бесконтрольные, да, сладкие йогурты, сладкие творожки, сдобная выпечка, шоки, вода промышленного производства. Да, все вот это вот убирается из рациона. Если мы в рационе хлеб оставляем, его должно быть не больше трех кусочков в день. А теперь посмотрите, один кусок хлеба равен двум хлебцам. А иногда можно съесть и пачку хлебцев, да, кажется, вроде они такие тонкие, их можно съесть очень много. На самом деле, да, два хлебца заменяют один кусок хлеба. Убираются из рациона жирные продукты именно вот кусочек сливочного масла. Утром на завтрак оставляется, потому что если мы начинаем есть обезжиренный творог, мы не едим сливочное масло, что происходит в организме, особенно в организме подростков, девочек. Во-первых, начинается активироваться эндогенный синтез холестерина. Это понятно? Это вот тот холестерин, который, значит, активируются те химические реакции в организме, которые начинают синтезировать холестерин. Вот самостоятельно. Да, это уже холестерин идет в большем количестве, потому что он нужен. И если девочка-подросток начинает убирать жир из своего рациона, полностью есть все обезжиренное, то у нее ведь все гормоны, все гормоны — это жиры, основа жирная, да? Головной мозг — это тоже жиры, липиды. Поэтому начинают сдвигать, идет функциональный, перестают синтезироваться гормоны в начальном количестве, пропадает менструальный цикл. Вот этого не должно быть, это неправильно. Поэтому, да, такие вот явные жирные продукты убираются, но кусочек сливочного масла, да, немного растерянного масла в салат — это все остается. Увеличивается количество в рационе овощей и фруктов вместо сладостей. Перекусываем не сладостями, а овощами и фруктами. И принимаем пищу медленно, без компьютера, без телевизора. Потому что прием пищи — это удовольствие. И для того, чтобы пищу принимать медленно, и вот небольшую вот порцию пищи, да, нужно красиво просервировать стол. Вот красиво просервируйте, учите девочку этому. И тогда, да, вот это вот принесет удовольствие. Если организм нас с вами лишает этого, вот приема пищи, или сейчас ведь как модно, завтрак набегу, кофе набегу, обед на скалку там и так далее. Реклама, я в Новосибирске была, тоже вот кофе-хаус там очень много. Кофе набегу, утренний кофе набегу. Но это неправильно. Нужно сесть и вот прочувствовать, да, вот этот завтрак, вот этот кофе, насладиться вот этим вот, да, и получить от этого удовольствие. Потому что если этого не будет, будет депрессия, или организм будет искать удовольствие в чем-то другом. Потому что святое место пусто не бывает. Это очень важно. Да, и если мы с вами сидим и смотрим телевизор, вот у меня тоже было так вот в Кишиневе, я отдыхала, остановилась, не отдыхала, остановилась в гостинице, маленькая частная гостиница. Там у нас было два, наверное, всего посетителя. И я пришла утром на завтрак, и когда работник буфета увидела, что я пришла, она тут же включила мне телевизор. Я сижу ем, а с телевизора какая-то мус-тв, каналы, музыка. Бум-бум-бум. И я понимаю, что я начинаю есть с этим ритмом, быстрее-быстрее. Меня эта музыка напрягает, раздражает. Я пытаюсь быстрее съесть, уйти. И ни о каком удовольствии вообще речи быть не может. Я выключила телевизор и спокойно, сосредоточившись, продолжила завтрак. Попросила, говорю, ну пока здесь нет других посетителей, пожалуйста, можно я посижу в тишине, когда придут другие, вы тогда включите. Ну вот, да, это очень важно, что мы принимаем пищу медленно, не спеша. Иногда у нас диетологи советуют, а вы возьмите, чтобы не торопиться, чтобы вот при очень медленно кушать, возьмите палочки из китайского ресторана. И тихонечко, палочкой, быстро не поешь и много не съешь. Это тоже такие хитрости именно для подростков, потому что, ну конечно, этот период очень сложный. И девочки все очень негативно воспринимают. Да, и очень важно до них достучаться, донести до них хоть какую-то информацию. И мы с вами можем о правильном питании говорить сколько угодно, но если не будет адекватной физической нагрузки, ничего хорошего не будет. Да, это можно... Вот сегодня... Ну вот в Москве очень часто дети... Есть дети, которые занимаются спортом, но очень часто встречается то, что большие школьные нагрузки, ребенок сидит в школе, приходит домой, компьютер даст всякие соцсети. Ребенку не нужно идти во двор для того, чтобы побегать, чтобы найти себе сверстников, чтобы найти друзей. Он, сидя в четырех стенах за компьютером, у него куча друзей по всему миру, ему не нужно двигаться. Я... Вот... Это даже вот, знаете, ездил с дочкой, был первый класс у нас. В сентябре вот пошли в школу, а в начале ноября мы поехали в дом музея Переделкина Корнея Ивановича Чуковского вместе с классом. Я попросила педагога, чтобы быть как сопровождающей мамой, чтобы ей помочь. И посмотреть, вообще посмотреть на детей, как они себя ведут, как они знакомятся. Потому что многие мамы жаловались, вот мой ребенок себя чувствует в классе одиноким. А им, вот знаете, вот они пришли, сели в автобус, им не надо было разговаривать друг с другом, знакомиться там, искать какое-то общение. Не-а. Они все уткнулись в свои телефоны. И экскурсовод говорит, ребята, вы что, уберите телефоны, давайте с вами поговорим. Поговорим о том, значит, куда мы едем, к какому великому писателю. Вы все о нем знаете. Стало им рассказывать. Очень много интересных вещей. Они заинтересовались. Потом мы приехали в сам музей. Их сначала поводили по территории. Вы знаете, там есть чудо-дерево, клён, который стал засыхать. И они тогда решили его не срубать, чтобы он остался, и просто повесили на него всякие чулки, башмаки, там все как в стихотворении Чуковского. И оказалось, что на следующий год клён снова зацвел. И так они оставили вот эти вот ботинки, не снимая, у них вот это чудо-дерево стоит. И вот привели их на место, где, а вот здесь, говорят, Корни Иванович устраивал костры. Вход на костёр был 10 шишек. Приносит ребёнок 10 шишек. Пожалуйста, пришёл на костёр, сел. А теперь, говорит, у вас 10 минут свободного времени, и мы потом пойдём в дом. И дети, вот эта большая территория, солостная, и такая, знаете, осенняя свежесть, они хоп, сели на бревно, достали все свои гаджеты, телефоны, и сидят в них. И у них даже не возникло желания побегать, попрыгать, хотя они сидели там, да, сколько-то, ну, полтора часа мы точно, наверное, ехали в этом автобусе. У них не возникло такого желания. Говорю, ребята, вы что? Ну-ка, вставайте скорее. Говорите, вон там шишка, её белка сгрызла, а вот ту шишку дядя угрызла. Давайте, найдите мне ещё таких шишек. Расскажите, в чём разница. Потом мы начали в догонялки играть. И вот так вот, да, детей, надо стимулировать их. Обязательно надо заставлять двигаться, потому что движение – это жизнь. И не одно правильное питание, а тем более с возрастом. Да, чем мы с вами больше становимся, как бы мы правильно не питались, но если у нас нет с вами адекватной физической нагрузки, да, то никакого эффекта мы с вами не получим, потому что это всё взаимосвязано в организме. Ну, и вот смотрите, только 12% детей следует вот этим всем указаниям по правильному питанию. В основном питаются неправильно. Вот даже был конгресс не… В 2014-м у нас вот проходит конгресс диетологов в декабре каждого года. Вот в конце года как бы. И вот это было не в 2014-м, в 2013-м году. И он был такой международный. И приезжали из сотрудничественных нам стран. Из Казахстана, из Узбекистана врачи. И вот они проводили исследования и говорят, вы знаете, вроде бы мы южное странное, а дети овощи, фрукты практически не едят. В основном это мишки бары, кентер-шоколад, сникерс. Вот в основном это сладости. И естественно, да, организм ребёнка недополучает очень многих вещей. А потом вот те дети, которые… Я смотрю тоже по классу, у меня ребёнок же растёт, я так вот вам всё рассказываю, рассказываю, да, пришли в первый класс, все худенькие, стройненькие такие, ножки тонкие у всех. А сейчас вот видно, кто занимается спортом, кто не занимается, кто правильно питается, а кто любит вот эти сладости, сладкие йогурты всякие, да, вот это уже совсем другие дети. Это дети уже с ожирением. И вот говорят, грудное вскармливание – это профилактика ожирения. Да, профилактика ожирения, но профилактика ожирения до школьного возраста. А если ребёнок неправильно питается, то уже всё в школьном возрасте, да, вот это ожирение, оно развивается. Никакое грудное вскармливание, оно уже не помогает организму. Ну и вот смотрите, это исследование, получается, оно уже 2009 года, оно достаточно старое. У нас в этом году стартовало новое исследование, будет опять проводиться по России, да, где будут оценивать детей, потому что там уже прошло 6 лет, прошло почти, да. В течение трёх лет это исследование будет проводиться. Опять будут смотреть витаминную обеспеченность детей. Как только у меня появятся новые данные, я вам их обязательно предоставлю. Но на тот момент, да, когда вот это было исследование, проведено в нашем институте, в лаборатории витаминов, то было выявлено, что, вот видите, да, большое количество витаминов, дефицит витаминов испытывают дети. Да, это и витамины группы С, витамины группы В, и витамин А, недостаток железа, повсеместный недостаток йода, недостаточное потребление кальция, или он недостаточно усваивается с неправильными продуктами молочными. Также в ряде регионов недостаток фтора и селена и недостаток омега-3 жирных кислот. Но витамины, ведь они влияют на все функции нашего организма. Витамины – это вещества, которые в нашем организме вырабатываться не могут. Так же, как омега-3, омега-6 жирные кислоты, они не могут вырабатываться в нашем организме. Именно длинноцепочные, полиненасыщенные такие, которые там содержат очень много двойных связей. Они очень важны для организма. И да, это важно, чтобы они поступали с пищей. И важно, чтобы это было ежедневно, регулярно. Потому что нет ни одной функции, даже вот их перечислять не надо. Витамины регулируют все. Они входят в состав разных ферментов, влияют на разные метаболические процессы, на становление функций в организме. А вот омега-3 жирные кислоты, как бы вот в общем организме их, если в целом посмотреть, их немного, но они находятся, вот сосредоточение этих жирных кислот в тех клетках, которые передают информацию. Это клетки головной мозг, нервные проводники, сетчатка глаза, потому что она воспринимает свет, и она должна свет переобразовать в электрический импульс и передать уже этот электрический импульс в головной мозг. И иммунная система клетки, память иммунная. Почему? Вот такое сосредоточение омега-3 жирных кислот в этих клетках. Да, потому что омега-3 жирные кислоты влияют на пластичность, на пластичность мембран. Вот если холестерин – это такая плотная мембранная ткань, то омега-3 – это пластичность ткани. И если ткань у нас пластичная, гибкая, они клетки взаимодействуют друг с другом проще и легче передают информацию друг другу. Вот это очень важно. Где у нас находятся с вами омега-3 жирные кислоты? Когда ребенок получает грудное молоко, он получает это с молоком матери. И мама может недостаточно получать омега-3 жирные кислоты, но ребенок все максимально возьмет из молока мама. Если нет молока мама, то на сегодняшний день, по-моему, уже не осталось смеси для детского питания, которая не содержит в своем составе омега-3 жирные кислоты. Обязательно везде добавляют в небольшом количестве в определенных соотношениях с омега-6. Но вот когда ребенок вырастает, заканчивается грудное вскармливание, заканчивается смесь, и получается так, что вот этих омега-3 жирных кислот, если их недостаточно в рационе, то их есть недостаток в организме. И святое место пусто не бывает. Тогда организм начинает, как он эндогенно начинает синтезировать холестерит, и здесь он начинает синтезировать омега-3, то есть омега-9 жирные кислоты, замещая вот эти вот омега-3, в первую очередь жирные кислоты. А тогда вот эта пластичность мембраны, она становится другой, она уже не такая, клетки не такие пластичные, не так передает информацию. И как это выражается? Были проведены исследования, детей наблюдали в течение длительного времени, до 10 лет, по-моему. И вот те дети, которые испытывали вот дефицит омега-3 жирных кислот в рационе, они, во-первых, позже начинали говорить, не хуже говорили, у них была острота зрения ниже, у них понимание речи, вот именно вот в маленьком, в детском возрасте тоже было хуже, вот это понимание, оно более долго формировалось. Такие дети неусидчивые были в школе, и IQ, коэффициент интеллектуальности, он у них был ниже, ниже достоверно по сравнению с детьми, у которых было достаточное количество омега-3 жирных кислот. То есть вот поступление их очень важно. А мне все время учитель говорил, у меня был научный руководитель, диссертавец, он говорил, «Вы паршивые стезы никогда такими умными, как мы, не будете, потому что нас в детстве кормили рыбьим жиром». Действительно, до 70-го года в детском саду всем давали по ложке рыбьего жира. Вот, это была профилактика, филактика, недостатка витамина D, недостатка витамина А, и омега-3 жирных кислот. Ну, давайте разберем, что сейчас у нас стало с витаминами в наших фруктах сегодня. У нас есть профессор Игорь Якочко. Он говорит, в том апельсине, который находился на прилавке, у нас в 70-х годах был 0,1 грамма витамина С. В сегодняшнем апельсине это 0,0,1 грамма витамина С. Ну, то есть, меняется. Мы идем вперед. Мы же с вами не работаем с утра до вечера в поле. И у нас все-таки страна стала такая, больше народу живет в городах. И важно, что производство стало меняться, потому что нас много, нас надо накормить. Это должны быть, что производители хотят? Для того, чтобы с одного куста собрать много урожая, чтобы урожай был достойчивый, чтобы он был как можно... Раньше мы начали собирать, и позже закончилось. Я когда приехала в Астрахань, я спросила, первое, что я зашла в трампу самолет, и говорю, а где ваши астраханские арбузы? Берешь раньше арбуз, небольшой, разрезаешь его, он прям трещит, хрустит, сахар. Нет сейчас таких арбузов. Они говорят, а просто этот сорт вывели, его невыгодно. Сейчас американка говорит, у нас сорт есть. Во-первых, арбузы меньше 10 килограмм не бывают, это от 10 килограмм. Потом большее количество арбузов мы собираем. Да, они раньше начинают поспевать. То есть это совсем уже другой вкус. И, соответственно, другое количество витаминов. Смотрите, в тех же апельсинах фосфора меньше, железа меньше, витамина А меньше. Насколько меньше стало. То же самое в яблоках. Даже вот яблоко, когда сняли с ветки, оно когда полежало, уже через 30 минут там уже в два раза меньше витамина С осталось. Потому что идут процессы разрушения витаминов. Ну, а когда мы с вами берем витамины, которые, вернее, овощи, фрукты, которые полежали, до нас довезли, потом полежали, да, и они в таком красивом виде, и у нас еще две недели дома полежали. Вот там, конечно, уже ничего не остается. Но очень важно все равно, чтобы фрукты были в достаточном количестве. Пусть те минимальные дозы витаминов, микроэлементов, но мы получим натуральный. Это раз. А во-вторых, еще раз, это клетчатка. Это тот моторчик, который необходим нашему организму для активного образа жизни. И в бананах то же самое. И магния меньше, стал, и кальция, и фосфора меньше, железа, витамина А. А если мы еще с вами потребляем летом, вернее, зимой какие-то замороженные овощи, то это же, с одной стороны, хорошо, когда они заморожены, считается, что больше в них витаминов сохраняется. Но если заморозили, пока везли, сломалась машина, сломался рефрижератор, потом это еще раз перезаморозили, пока это до нас дошло несколько раз, то, конечно, там уже практически витаминов не остается. Но, в принципе, вот эта тенденция по снижению витаминов, она продолжает снижаться. Поэтому очень важно правильно организовывать питание нашим детям. А дети наши еще с вами растут интенсивно. Бешеные, школьные нагрузки испытывают. У меня в этом году ребенок закончил четвертый класс. И было межпредметное тестирование. Знаете, наверное, что это такое? И когда нам дали вот этот вот тест, дома потренироваться, который был от предыдущих лет, мы с ней два часа вместе решали, обсуждали, репосту эти кроссворды, через два часа, когда мы все решили, я поняла, что я уже не способна больше ни о чем думать. У меня так устал головной мозг. Я потом взяла вот этот тест и принесла к нам из институт питания, в детское отделение. Говорю, доктора, почитайте, пожалуйста, вот ради интереса. Просто насколько сложно. Там дан научно-популярный текст. Как правило, это о природе что-нибудь дается. Либо там про китов, либо про каких-нибудь куропаток. А потом по этому тексту на два листа нужно ответить на вопросы. Где-то 15 вопросов. Это математика. Это природовидение, окружающий мир. Это литература. Это русский язык. Где-то найдите такое-то предложение, выпишите его, разберите по составу, найдите такое-то слово, придумайте к этому слову однокоренные слова. Это такой интенсивный мозговой штурм, что даже мы с вами, вот не каждый взрослый это решит. И когда я все время говорю, когда мы с вами шли в школу, что от нас требовали? Да, бантики, ручка, чтобы была. Цветочки, да. И хорошо, если ранее за плечами будет. Ручка, карандаш, тетрадка. Все. Сейчас дети идут в школу, требования, чтобы они читали, желательно бегло, писали, да, считали в уме, да, и чтобы они еще знали английский язык, да, хотя бы там вот какие-то, да, вещи. Ну, то есть идут повышенные требования. Я все время, вот мой любимый предмет у ребенка, окружающий мир, он все время мне преподносит такие сюрпризы, которых я не ожидаю. Потому что вот в прошлом году, в третьем классе, где-то в ноябре или в начале декабря, она мне приходит и говорит, мам, я не понимаю параграфы по окружающему миру. Я говорю, что ты там можешь не понимать? Я говорю, природвинение, третий класс. Я говорю, садись в стул, бери, читай. А нам не читают. Значит, сама не упала. Значит, она читает опыт. Берутся два сосуда, к ним подставлена, значит, присоединена трубочка с окрашенной жидкостью, и, значит, один сосуд, в сосудах воздух, один сосуд нагрели, и трубочка ушла, то есть жидкость по трубочке ушла, а другой сосуд охладили, и жидкость по трубочке поднялась. А дальше вопрос, что происходит с воздухом при нагревании охлаждения, и как ты можешь это объяснить? Она никак не может это объяснить, естественно, потому что это основа, это, конечно, это физика, это то, что мы проходили в гораздо большем, в старшем возрасте, потому что ребенок в третьем классе, он должен разбираться совсем в других мещах, что это дерево, там, вот это камень, это еще что-то там, цветочки какие-то. Но я говорю, хорошо, оставим это утро. Она спать легла, а я достала свои книги для поступающих в вузы, прочитала закон Аввокадра, закон Ломоносова. Я, главное, понимаю, но я не могу понять, как это мне ребенку объяснить, ведь это же еще нужно до нее донести. Нашла, двум часам ночи в интернете нашла, журнал «Техника молодежи, 35-й год», фотография. И там доступным языком было написано, как вот это можно действительно объяснить, что при, ну, в любом случае надо было рассказать, что из молекул состоит воздух, да, но когда мы нагреваем воздух, молекулы начинают активно двигаться, танцевать, и им нужно больше места для того, чтобы вот, да, для них. А когда мы охлаждаем воздух, молекулы мерзнут, прижимаются друг к другу, практически не двигаются, воздух сжимается, и нужно им меньше места. Ну вот, я нас с утра поняла, и уже потом... Спасибо. В школе рассказала. А уж в этом году, вот закончились новогодние праздники, я так уже, я уже поняла, что окружающий мир это не простой предмет, я так, ну и чего вы там по окружающим миром проходите? А она, а, ерунду какую-то, древних славян. А вот смотрите, мы с вами шли, я вспоминаю, у нас средняя школа уже был четвертый класс, и мы историю проходили с первого сентября и до конца года, от древних славян и до наших дней. До следующий год там это будет уже древний мир, а у них что сейчас делали? Они прошли всю вот эту историю России с конца января до начала апреля. Вот тот же материал, который мы с вами проходили за год, они прошли за несколько месяцев, и у них ничего в голове не осталось. Да, и мы с ней делали там ленту времени, мы вот это все там, я начитывала, потому что то, что в параграфах написано, это совершенно, ну, не запоминается, и вообще не информативно абсолютно, да. Мы с ней вот и разбросаны. Когда сначала начали про Рюриков говорить, потом прошло там какой-то, уже какой-то там век прошел, да, потом вернулись вообще еще к Кириллу и Мефодию, так это было еще то. Ну, то есть вот такое вот скачкообразное, а у детей каша получается в голове, и непонятно, что происходит. В общем, мне мама одна говорит, Наталья Николаевна, когда начнется счастливое материнство? Я говорю, с первого класса она точно закончится. Ну, вот так что, так что нашим детям обязательно нужно помогать, да, потому что, да, тяжелая школьная программа, так еще она так построена, что дети постоянно должны конкурировать. Они конкурируют в классе между собой, они классы между собой конкурируют, школы, поэтому детям обязательно нужно помогать, да, и для этого их рацион, во-первых, его нужно правильно строить, а во-вторых, в рацион нужно добавлять, да, особенно в осенне-зимний период, да, в весенний период, обязательно добавлять какие-то витамины, да, или омега-3, жирные кислоты. Ведь можно обогащать рацион, когда мы каким-то витамином одним и всех всем даем, допустим, в шиповник в детском садике, да, или витаминный напиток золотой шар, и он всем дается. Или можно подбирать индивидуальные витаминно-минеральные комплексы для индивидуального применения. Вот прям, да, что, на что нужно обращать внимание, когда мы с вами выбираем витамины. Первое. В них не должно быть следующих компонентов. Крахмал, тальк, желатин, да, не должно быть консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, потому что очень высок риск того, что ребенок на вот эти искусственные препараты, он отреагирует. Потому что кишечник ребенка, он высоко проницаемый. Он, да, на то, что мы с вами не отреагируем, а ребенок обязательно отреагирует. Очень важно, чтобы, когда мы покупаем с вами витамины, в одной таблетке был максимальный спектр витаминов и микроэлементов, и мы понимали, что ребенок защищен от всего, со всех сторон. Да, потому что иногда реклама очень мощная, хорошая, а когда начинаешь операцию читать, то на деле оказывается недостаточное количество витаминов и микроэлементов в одной таблетке. И для самостоятельного профилактического использования у детей подходят только витамины дозы, которых не превышают 50% отсуточной потребности. Потому что остальные 50% ребенок должен получить с питанием, с правильным питанием, с правильными продуктами, да, с правильно организованным питанием. Это очень важно. А особенно, вот еще тоже, вот витамины важно давать детишкам, вот есть такие детишки, малоешки, которые в течение дня, ну вот прям сложно его накормить, он вроде растет, ну худенький такой, но все равно в пределах нормы. Но мама вот все время говорит, ну вот не заставишь его поесть, вот прям с трудом уговариваешь. Вот таким детям, да, явно, что такой ребенок витаминов недополучает. И если дать ему вот так, витаминку с утра, для омега-3 можно быть спокойным, да, потому что вот в основном он защищен, да, от каких-то, а там уже что вот поест, что уговорит, что удастся уговорить съесть, то и съест. И, конечно, великолепные продукты компания Алифлей, да, велнос-линия, велнос-гидс-линия, да, и равным им, наверное, нет, да как и взрослым тоже продуктом. Мы в этом году вышли с представлением продуктов на конференции. Вот был конгресс нутрициологов, который проходил в конце декабря, и мы рассказывали про эти продукты врачам. Да, и для очень многих врачей это было огромное удивление, что у компании Алифлей есть такое интересное, большое направление. Вот, и, во-первых, детские продукты, посмотрите, они соответствуют рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения, они состоят из натуральных ингредиентов. Вы знаете, меня вот все время поражает, вот как вот, как компания относится, трепетно относится. Ведь из них, смотрите, идет контроль качества не только вот выходящего, да, продукта, вот как GMP стандарт, но они контролируют продукт от начала. От того, откуда взяли этот продукт, где его вырастили, какой фермы. Вот от начала и до конечного результата идет контроль качества, да. И, конечно, Омега-3 имеет запатентованный процесс очистки, и мы с вами о нем поговорим. Когда вот витамины пришли, ну, мы, ну, первое решили, ну, как, чем они отличаются от тех витаминов, которые, ну, распространены, которые часто назначают врачи, в которых мощная реклама идет. И оказалось, что, вот смотрите, количество витаминов, мультитапс, 11 в одной таблетке, комплевитоксив, 11, иммуномишки, 2. А есть же вот этих витамишки, иммуномишки, ну, вот в витамишках чуть побольше, ну, ну, 5 витаминов, ну, не более того. А цена очень высокая. Да, и волнос от Арифлейм содержит все витамины, 13. Количество минералов, мультитапс 7, комплевитоксив 3. Иммуномишки 1, всего 1 минерал. Да, волнос от Арифлейм 8. Наполнителя, крахмал и желатин, мультитапс есть, комплевитоксив есть, есть иммуномишки есть, волнос от Арифлейм отсутствует. Вот даже взять по вкусовым качествам, вот этот вот прям вот крахмал и в мультитапсе, в комплевите, он прям чувствуется. Вот когда я взял, разжевал жевательную таблетку, вот этот вкус крахмала, он прям остается. Красители отсутствуют везде, в иммуномишках есть, волнос от Арифлейма отсутствуют. Ароматизаторы. Мультитапс ягодный, комплевитоксив фруктовый, крем-брюле, молочный шоколад. Понятно, что это искусственные красители. И они очень высока вероятность, что эти ароматизаторы как раз и повлияют на аллергическую реакцию. И у ребенка потом будем не витаминами компенсировать, а лечить от аллергии. Иммуномишки фруктовые и волнос от Арифлейм это натуральный экстракт очищенного апельсинового масла. И стандарт Джеймпи. Мультитапс нет, комплевитоксив нет, иммуномишки есть, волнос от Арифлейм есть. Вот по всем параметрам эти витамины лидируют. Я очень много езжу по городам, слышу, как отзывы, ваши отзывы о том, насколько, как влияют вот эти витамины на ваших детей. А когда витамины только пришли на рынок, и вот уже вот они, наверное, год были, к моей дочке в школе подходит девочка-одноклассница и говорит, а я тоже пью витамины от Арифлейм. Она такая, ну хорошо. А я, как раньше, мультитапс пила, и все чесалось. Она такая, ну хорошо. Она говорит, а это твоя мама в каталоге изображена. То есть, вот, да, как бы ребенок, пытаясь выяснить, там что-то для себя, да, он рассказал о том, что переносимость вот этих витаминов гораздо лучше. Не забывайте, что вы тоже можете, когда вы рекомендуете, вы можете столкнуться с тем, что вам скажут, да, мой ребенок там отреагировал, у него аллергическая реакция. Но это не значит, что продукт плохой. Да, реакция аллергическая может быть и на глюканат кальция, тоже у маленьких детей. Иногда назначают, и бывает аллергия, я с этим сталкиваюсь. Но это не значит, что этот препарат плохой. Вот в общей переносимости он великолепно переносится детьми, дети великолепно на него реагируют, а индивидуальная какая-то непереносимость она может быть. Вот. Омега-3, наверное, да, у нас с вами. Да, омега-3 жирные кислоты. Вот смотрите, во-первых, я еще раз говорю, что контроль качества, да, от самого начала, да, во-первых, это берется океаническая рыба из чистого экологического района, из Атлантического океана, да, и вот этот вот жир, который берется, он берется из тушки рыбы, а не из печени. Рыбий жир, который у нас есть на рынке или в аптеках представлен, он бывает из тушки рыбы и из печени рыбы. Из тушки рыбы – это более чистый продукт, из печени рыбы, поскольку печень является фильтрующим органом, фильтрует кровь, и все какие-то токсические вещества, там, тяжелые металлы, все в ней обсаждается, да, то такой рыбий жир, он содержит примеси, все-таки микропримеси, но содержит, когда мы длительно даем, это все-таки не очень хорошо. А еще, вот мы так поделили, да, из тушки рыбы, из печени рыбы, а еще рыбий жир бывает, как рыбий жир, тогда в своем составе он содержит дополнительно витамины А и Д, да, витамин А, Д, Е как антиоксидант, чтобы не портился, и омега-3, то есть несколько компонентов, если мы почитаем с вами состав, и тогда такой рыбий жир давать длительно нельзя, потому что витамины А и Д, это жирорастворимые витамины, они накапливаются в организме, и мы, допустим, два месяца даем, потом мы делаем два месяца перерыва, иначе можно вызвать, да, интоксикацию вот этими витаминами, потому что это накопление вот этих гипервитаминоз, витамина А, витамина Д, сопровождаются рвоты, отказом от еды, там много, очень разная клиническая картина, поэтому это пьется курсом. А когда рыбий жир очищен и остается только омега-3, но нет уже витамина А, витамина Д, да, то такой продукт можно принимать постоянно, и нужно его принимать постоянно, ежедневно, и его можно сочетать с другими поливитаминными комплексами. Если мы с вами сочетаем рыбий жир, который содержит витамины А и Д с поливитаминными комплексами, то у нас еще больше количество витамина А и Д поступает в организм, это не нужно, такой рыбий жир не сочетается. А когда очищены омега-3, мы можем сочетать с поливитаминными комплексами. И смотрите, какая, значит, во-первых, здесь истушки рыбы, да, он очищен, он не содержит дополнительных витаминов А и Д, мы можем принимать его постоянно, и как его очищают? Сначала через несколько фильтров процеживают, мембраны там с малюсенькими порами, он очищается, обесцвечивается, да, почти уже этот запах нейтрализуется. И когда вот он оказался уже чистый, прозрачный, его берут, обрабатывают, замораживают, замораживают, и кристаллы микропримесей удаляют. Следующий процесс очистки – это обработка паром при высоких температурах, когда уже невидимые глазом, да, вещества испаряются, да, микроэлементы, все, что не нужно. И вот такой уже чистый, да, чистый омега-3 жирной кислоты обязательно контролирует, да, проходит контроль качества стандартизации, смотрят, есть ли какие-то примеси, какое количество омега-3 жирных кислот, и если этот продукт соответствует стандарту, да, то добавляется витамин Е как антиоксидант, чтобы продукт не портился, все, и доходит до нас с вами. Я быстро расскажу про взрослые продукты, поскольку это не моя тема, но уж раз мы тут с вами собрались, да, то вот я здесь попробовала найти в аптеке равный продукт, вот wellness pack. Я не нашла. Вот настолько я могу сказать, что до витаминов вот этих wellness я очень долго искала витамины в себе. Я, вот как тот ребенок, который подошел к моей дочке, я так же вся чесалась от любых витаминов, вот начиная с детского возраста, особенно в подростковом, я помню, к школу заканчиваешь, тяжелые нагрузки, устаешь быстро, понимаешь, что витамины надо, покупаем какие-то витамины, начинаю пить, все, через неделю бросаю, потому что сильно аллергическая реакция. В институте то же самое. И так каждый год, и потом просто лечишь вот эту аллергию. Так каждый год. И когда компания мне предложила попробовать наши витамины, я говорю, знаете, я, конечно, попробую, я очень скептически к этому отнеслась. Я, конечно, попробую, но я просто знаю, что я реагирую на все витамины. И какие я только, вот то, что есть на нашей витамине, я все перепробовала. И было мое удивление просто вот очень высоко, когда я неделю пропила, две пропила. Я великолепно себя чувствовала. И я поняла, что я не реагирую, потому что это действительно чистый продукт. Это продукт, не содержащий всяких искусственных добавок, ароматизаторов, всяких красителей. И я увидела другое качество жизни. А во Владимире, знаете, так меня из зала интересно спросили, говорит, вот скажите, мы тоже пьем витамины, коктейли, а нам окружающие говорят, да вам туда наркотики. Подсыпают, а вы такие все, говорят, бегаете, активные все, рефлеймовцы. Вы хотите, чтобы мы тоже на эти наркотики подсели? На самом деле нет, потому что нет волшебной морковки. Просто вот компания, она продвигает здоровый образ жизни. Вам рассказывает про то, как надо правильно питаться, про физические нагрузки, про обогащение рациона правильными продуктами. То есть идет работа во всех направлениях и формирование правильных пищевых привычек. Просто у вас уже у всех сформировались правильные пищевые привычки. Это не говорит о том, что в этих продуктах какие-то наркотики и так далее. витамины они помогают на самом деле мне вести активный образ жизни. Вот я сегодня у вас читаю вам лекцию, завтра я полечу домой, в понедельник я пойду на работу с утра. Несмотря на то, что у меня не было выходных. И это благодаря вот такая активность, она может быть только благодаря вот этому комплексу витаминов. Посмотрите, ну во-первых, это уже омега-3 жирная кислота, про которую мы с вами говорили, про ту очистку, а еще омега-3 жирная кислота для нас с вами важны как выстилка. Это такая, знаете, такая вот выстилка сосудов, которая не позволяет холестерину откладываться на стенках сосудов и не позволяет формироваться холестериновым пляжкам. Да, это вот благодаря этому улучшается кровообращение. Не только память, да, вот это все так же и на память, и на наш головной мозг, и на нашу кожу влияет, но в первую очередь еще это влияние на сосуды. У меня дядя есть очень такой близкий для меня человек, это папин брат, просто папа не стал, папа умер, а у дяди тоже нет семьи, как-то вот он так вот он остался одинокий, и я к нему отношусь как к отцу, к очень близкому человеку, и он все время мне звонит, рассказывает, все время переживает, что у него высокий холестерин, мы уже с ним и диету скорректировали, что-то там, а до этого он, поскольку одинокий человек приходил вечером, полкило сыра съел, утром пошел сдавать холестерин, а он зашкаливает, естественно. Но вот мы с ним откорректировали диету, а все равно холестерин высокий оставался, и он очень переживал по этому поводу, а мы с ним, я говорю, давай с тобой омега-3 жирные кислоты начнем пить и посмотрим, что будет. И вот он пропил три месяца, все лето пил, осенью сдал результат и звонит мне, счастливый, я с ним с таким счастливым, наверное, никогда не разговаривала, я говорю, что у тебя случилось такое, ты представляешь, у меня пришел нормальный холестерин, да, это вот благодаря омега-3 жирным кислотам, я говорю, тогда мы с тобой продолжаем пить, это очень важно. Да, астоксантин, да, для меня очень важно, что вот астоксантин это антиоксидант, который отличается от витамина Е, витамин Е это же растворимый антиоксидант, а астоксантин это водорастворимый антиоксидант, он работает в другой среде совершенно, не как витамин Е, поэтому он совершенно спокойно может сочетаться с нашими поливитаминными комплексами и очень важно, что этот препарат не только влияет, что вам рассказывают на то, что он разглаживает морщины, на упругость кожи, он и на это влияет, но он защищает наш организм от свободных радикалов, он защищает наш организм от воздействия вредных факторов, и он защищает наш организм от раковых клеток. Это тоже очень важно, и для меня важно, чтобы моя мама ежедневно принимала стоксантин, чтобы оставаться здоровой длительное время. И витамины, которые содержат в своем составе, полный спектр витаминов, микроэлементов, и вот я говорю, насколько я чувствительная, но я вот эти препараты переношу, вот эти витамины переношу великолепно, я очень скучаю и грущу без них, когда они у меня заканчиваются. Про коктейли вы мне тоже можете рассказать больше, чем я вам могу рассказать, но ведь важно, что этот продукт был придуман врачом, врачом, который борется с последствиями уже неправильного образа жизни, который занимается пересадкой сердца. Изначально он был задуман как препарат, чтобы поддержать человека и дотянуть его до пересадки сердца, а потом этот продукт был немножко доработан и стал использоваться как профилактика. Вот иногда, знаете, врачи в кардиологии, у нас в отделении кардиологии говорят, вот так хочется увеличить калорийность рациона у пациентов, а не можешь, вот дашь больше белка и сразу больше холестерина получит пациент. А вот здесь вот, получая калорийность, да, больше даем мы белок, да, он за собой холестерин не тянет, потому что вот это вот белок, который очень, ну, очень такой полезный, важный. Да, все говорят, что это белок, который по составу приближен к грудному молоку. Грудное молоко обладает наивысшей питательной ценностью, белок грудного молока. Потому что в нем, вот его собраны все-все составляющие, все кирпичики, вот все аминокислоты. Так вот, и здесь, да, благодаря тому, что соединены были, да, несколько белков, да, яичный белок, молочный белок, белок зеленого горошка, собрали все аминокислоты. И вот он приближен, да, по своей питательной ценности к белку грудного молока. Но это не значит, мне часто задают вопрос, можно грудных детей вскармливать этой смесью? Нельзя, потому что все равно это совершенно другой белок, не такой, какой нужен ребенку, да. И по своему составу у ребенка же должны быть там и жиры, и определенное количество углеводов. Грудным детям это не показано. Это для нас с вами, взрослых, это продукт, который разработан для нас, для взрослых. И вы знаете, да, опять-таки, да, мы возвращаемся, когда мы представляли врачам, рассказывали про эти продукты на конгрессе, то сразу был вопрос, сейчас вся соя генномодифицирована, откуда вы берете сою? На что компания ответила. У нас есть поставщик, да, у которого есть сертификаты качества, которые действительно производят сою, и этот поставщик поставляет нам сою, то есть идет контроль качества от поля и до конечного результата. Также этот продукт обогащен омега-3 жирными кислотами, имеет низкий гликемический индекс и, да, используется как, вот от других коктейлей он отличается тем, что он не призван, чтобы заменять полностью питание, чтобы вы сели на коктейль и все, и только его с утра до вечера ели. Нет, очень важно, что этот коктейль, он как дополнение к рациона, да, это может быть там честь завтрака, или это второй завтрак, да, вы посмотрите, стакан коктейлей это 65 килокалорий, как одно яблоко, или это полдник, или мы частично заменяем с вами ужин, когда мы едим овощи и дополнительный коктейль, да. Вот очень важно, что, опять-таки, да, компания нас учит с вами правильно питаться, правильно строить наш с вами день рацион и обогащать его полезными продуктами. А когда в институте проводили питание по поводу коктейля, да, Ольга Николаевна занималась этим, выяснилось, что вот вот та группа людей, которые получала, худея и получали коктейль, они легче переносили вот эту диету, да, и когда любая диета, она сопровождается тем, что в организм поступает меньше витаминов, меньше микроэлементов, все это этим сопровождается, да, и как бы коктейль, да, он, вот этот вот, вот этот дефицит витаминов, он компенсирован, да, и активность была у людей лучше, и настроение было лучше, и переносимость диеты была лучше, но похудели изначально все одинаково, потому что все получали гипокалорийную диету у нас в институте питания. И вот посмотрите, продвигая продукты, вылнес, систему естественного снижения веса, компания Reflame способствует оздоровлению населения, повышению его информированности о правилах здорового питания. И вот на одной из конференций встал профессор и сказал, вы знаете, это прямо вот огромная благодарность за то, что есть такие продукты, продукты, обогащающие нас рацион, продукты с качественным белком, да, с омега-3 жирными кислотами, это очень важно, потому что я вот поэтому я хочу вот встелить в вас уверенность, что рассказывая об этих продуктах, вы делаете очень хорошее и правильное дело. Суп, суп это вообще любимый продукт моего ребенка, который все время просит, мама, купи, пожалуйста, супчик только томатный. Вот, и этот продукт отмечен единственным веканским знаком, поскольку в нем нету растительного белка, растительных жиров, нету животного белка, животных жиров, он состоит только из растительного белка, протеин горошка, соя и картофеля. Также он имеет омега-3 жирные кислоты из рапсового масла, которое богато омега-3 жирными кислотами, растворимую клетчатку и натуральный базилик, спаржа, томат, кусочки, да, все это натурально высушенные продукты, без всяких ароматизаторов, усилителей вкуса и красителей. Смотрите, одна порция супа, столько же калорий, как в банане. Можно, да, великолепный продукт на обед или какой-то перекус у нас может быть. Ну и сладкое может быть полезным, да, это новые батончики на сегодня, которые в своем составе содержат, ну, во-первых, натуральные какао-бобы, очень полезный продукт, поэтому, да, если шоколад, то это только горький, натуральный, в небольшом количестве, и волшебные ягоды асаи, про которые очень много всего написано, черника, гранат, ну, в своем составе они, смотрите, еще содержат и соя, и горошек, и молоко, также белки, и смесь злаков, ячмей, овес, рис, пшеница. Вот если ребенок также недополучает где-то каши, не любит где-то каши, великолепно восполняет вот этот вот углеводный дефицит, вот батончик. И в одном батончике столько же клетчатки, сколько в одной порции овсянки, столько же белка, сколько в одной порции омлета, столько же жиров, сколько в одной чайной ложечке растительного масла, столько углеводов, сколько в одном апельсине, столько калорий, сколько маленькой горсточки орехов. Ну что? Что влияет на развитие детей? Это педагоги, которые обучают, это врачи, которые дают рекомендации, это родители, которые создают атмосферу, атмосферу любви для того, чтобы наши дети развивались. Это правильное питание. И что еще? Витамины. Витамины, да. Витамины, Волносы, Трифлейн. Живите с улыбкой и с мечтой. И пусть мечты сбываются. Спасибо вам за ваше внимание.